а джейку бренд джейку пошел на нашем рынке очень даже неплохо то есть продажи у них прям пошли и вот вам китайская версия их привезли партнеры несколько штук этих автомобилей в разном цвете вот есть зелененькие есть еще по моему темно-серое короче напишу вам другие варианты сейчас не помню точно по своему внешнему виду эта машина джейку отличается так что вы просто они совместимы полностью по запчастям по технике вы просто можете выбрать что вам нравится больше по запчастям опять же в китае эти машины они достаточно распространены хотя недавно пошли ибо там это недорогой автомобиль считается и вот это все если не дай бог какой-то удар из китая привезти легко можно кстати тут один знакомый к нам приходил на площадку говорит где у вас машина с решеткой китайская какая-то машина с решеткой похоже на ford explorer это черри explorer неужели они настолько обнаглели что они свою машину назвали explorer потому что ее внешний вид чем-то напоминает одно из поколений ford explorer не знаю там мы можем лишь догадываться вот как задняя часть выглядит действительно машина современная она и внутри в общем достаточно прикольная с точки зрения платформа это чекать черри тига 7 pro которая реинкарнация уже черри тига 7 pro но вот это топовые комплектации они хорошо оснащены давайте посмотрим что здесь внутри а внутри здесь бесключевой доступ старт-стоп вот как выглядит здесь интерьер достаточно длинные подушки обратите внимание я-то девочка не маленькая вот мне прям под колено но это как у черри большая панорама она здесь аж заходит за задние сиденья то есть люди которые сидят на заднем ряду они у них прям небо перед глазами далее здесь есть вот смотрите мы заходим меню климата здесь есть подогрев и вентиляция сидений далее ассистентов здесь полно то есть в принципе все что есть у современных автомобилей то есть это lane assist она видите на английском языке мне кажется русские суда скоро начнут вливать потому что он же есть природе у официально поставляемых машин я его видел то есть предотвращение столкновений удержание в полосе движения распознавание дорожных знаков уведомления в объектах мертвых он короче все и соответственно круиз-контроль здесь тоже полноценный адаптив далее смотрите выбор режимов движения здесь но климат-контроль вы видите две зоны так паркинг давай паркинг давайте нажмем гасим и пойдемте на задний ряд единственное что я вам там по-моему единственное что его там забыла сказать то что есть автопарковщик на кой черт он нужен но если вам нужен хотел сказать не садитесь за руль но он есть сони неплохая музыка вот я видели сильно сидел отодвинутая вот собственно что мы имеем с вами по место для ног заднего пассажира и на закусочку хвост у нас электрический приветики достаточно большой багажник у китайской версии есть такая прикольная тема вот с этой вот полочкой то есть у них здесь две полочки вот это и вот 2 где есть запас очка и вот здесь есть небольшая нычка вон там видите вот и здесь вы полку можете менять как в верхнее положение вот можно ой нет вот вот сюда поставить наверх у нас такого нет в нашей официально поставляемой машине так и вы можете ее убрать то есть у вас как бы здесь багажник двухэтажный прикольно согласитесь во первых вот сюда можно под закрепить во вторых элементарном в два раза больше места для всякой фигни когда на дачу едете плюс неплохо все по количеству крепежей для сетки короче на каждый день для вашей семьи это будет очень неплохой вариант автомобиля ну вот такой наш как всегда у меня не получается просто снять рекламу мы всегда будет мини обзор вот посмотрите для себя рассмотрите как вариант вот там